В год 1124 после Рождества Христова Готфруады Монмирай и его слуга Жакуй Прайдоха Занялись колдовством и выпили волшебное зелье Которое перенесло их по ошибке в 20 век Пришельцы В 20 веке новое зелье должно было вернуть их домой Они выпили его, но произошла новая ошибка И они вернулись в 1793 год В разгар революции, в момент великого террора Их арестовывают люди общественного обвинителя Антуана Жакуе Прямого потомка Жакуя Обоих гостей из Средневековья Бросают в тюрьму, где они ожидают суда Пришельцы 2, коридоры времени Кинокомпания «Гамон» представляет Шато де Монмирай, 1124 год Пошевеливайся, пройдоха Бегу, бусина Бегу Бегу В главных ролях Кристиан Клавье, Жан Рено Бегу 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 Открывай, Эвсебиус! Проклятый волшебник! Сюда, Эмирик. Эвсебиус! Вот черт! Волшебник мертв! Они исчезли навсегда! Я ждала вас, шевалье. Я дочь Эвсебиуса, лежащего перед вами. Где мессир Гатфруа и его слуга Жакуй? Я выпотрошу тебя и поджарю на вертеле, если ты не вернешь их сюда! Сейчас же! Ваш господин застрял в будущем, в 1793 году. Гатфруа и его слугу арестовали, когда они прибыли из 20 века с разными предметами из будущего. Они ожидают суда, а значит смерть. Робеспьер захватил власть. Все называют его неподкупанным. Он заправляет всем. От лица Комитета общественного спасения. Я воплощение террора! Дайте сказать сам жёсту! Не надо никого судить! Надо казнить! И даже если Гатфруа удастся сбежать от революционеров, его мучения на этом не закончатся. Вот дерьмо! Мы в полной заднице месим. Они хотят казнить нас! Его тело и тело его слуги Жакуэ постареют на 10 лет за неделю, поскольку они застряли в коридоре времени. Что это со мной, чёрт возьми? Колени дрожат, как во время битвы при Мон-Лери. Если они останутся там, их ждёт мучительная смерть. Что-то ты погано выглядишь. Ты совсем плох. Ну что? Мой бедный зуб. Он выпал. Сельскохозяйственный колледж Кисудёна превращён в трибунал. Обвиняем их на допрос. Граждане! Комиссар Вердье обвиняет вас в том, что вы враги народа! Я прикончу его. Улика обвинения номер один — английская ливрея, доказывающая, что вы шпионы английской армии. Улика обвинения номер два — это шлем с защитой носа и кольчуга в стиле испанских наённых убийц! Кто этот милкий оборванец? Англичанин, подрывник. На нём была ливрея с кучей предметов. Именно! В его карманах были найдены эти очки с отсвечивающими стёклами для защиты глаз. От следующей дьявольской машины — этой бутыли с очень странным веществом, родом из Англии, поскольку здесь написано «спрей». Зачем ты стащил эти штуки? Они думают, что ты англичанин, идиот. Они сошли с ума. Я англичанин? Бутыль наполнена газом, воспламеняемо очень опасно. Умелец, создавший это оружие, явно английский преступник. У него английское имя — Фрэнк Провост. Это пшикалка — подарок для дамы Жанет. Волосье улаживать. А это кремень. Очень удобно, чтобы поджигать фитиль. Перо. Очень странное. Содержит краску и играет музыку. Тихо! Вам грозит смертная казнь. Все доказательства налицо. Если вам есть что сказать, говорите, но быстро. Кажется, они тебя не понимают. Speak English, citizen. Мы вам не англичане и не шпионы. Я отказываю вам в праве вершить правосудие. Я ведь Франсуа. Я Жак Куй. Я не понимаю. Тебя зовут Франсуа или Жак Куй. Жак Куй. Жак Куй? Да. Вы как-то связаны с обвинителем Жак Куе? Это его потомок. Скажи ему, болван. Это правда. Это мой потомок, который нас арестовал. Что значит потомок? Слушайте, это его родня. Он так на него похож. Только этот более грязный, но такой же хитрый. И этот огромный фурункул у него на носу. О, да. Он такой мерзкий. Облегчение. Секретарь, вы не знаете, общественный обвинитель вернулся в город? Он сейчас ужинает. Не один. В компании. В компании? Кого? Ну, своей спутнице Шарлотты. Шарлотта Робеспьер. Пусть немедленно придет сюда. Шарлотта Робеспьер? Братский привет. А где ваш спутник? Для революции будет полезнее дать общественному обвинителю отдохнуть. Я пришла вместо него. Комитету общественной безопасности хотелось бы узнать связь между обвинителем Жакуе и обвиняемым. Этот человек утверждает, что он его родственник. Хотя по всему видно, что он английский шпион. Жакуе был рожден в ямах Мон-Мирай. Клянусь вам. Ну да, я сын Ансельма Навозника и Гертруды Толстозадой. Комиссар, он говорит совсем как местные. Вы совершаете ошибку. Когда я слышу местных, ни черта не понимаю. Нужно почаще выезжать из Парижа, гражданин комиссар. Гражданин крестьянин, тебя зовут Жак Куй. Ты ведь не стал булгать обвинителю Жакуе? Он мой потомок. Тогда все ясно. Что вам теперь ясно? Этот человек, несомненно, Иньяс Жакуе. Дядя обвинителя Антуана Клода Жакуе. Антуан Клод. Антуан. Тихо! О нем не было вестей с тех пор, как его отправили на королевские галеры за кражу жалкого куска дерева. Этот человек – герой революции. Если коротышка – герой, то кто рядом с ним? Ну что вы, это же очевидно. Его собрат по цепям, товарищ по несчастью. Вы были на галерах с дядей Иньясом, не так ли, гражданин? Воистину, на галерах. С Иньясом мы были на галерах. У этих двоих были приспособления, чтобы совершить нападение. Прежде чем отправить их на эшафот, я рекомендую провести тщательное расследование, гражданин комиссар. Я воспользуюсь вашим советом, гражданка. Да, так будет лучше. Доброй ночи, граждане. Доброй ночи, Шарлотта. Доброй ночи, Шарлотка! Что нам делать, комиссар? Приговорим их к смерти. Приговор исполнить утром. Шпионов на эшафот. Вставай, Антон, Клод. Твой дядя Иньяс жив. Кто? Иньяс Жак Куй. Мой дядя? Верди, я арестовал его. Не может быть. Он ведь погиб на галерах. Нет. Ему удалось спастись. Благодаря собрату по цепям. Этот гигант спас твоего дядю-малыша. Сам бы он не выбрался. Он не больше тебя. У меня рост нормальный. Да брось. В вашей семье все очень маленькое. Зачем ты говоришь? Ты меня обижаешь. У него в точности твой рост. До сантиметра. Чтобы быть моим дядей, недостаточно иметь такой же рост. Дядя Иньяс мертв. И точка. Постарайся хоть иногда быть мудрее. В твоих интересах вытащить его. Почему? Робеспьер ищет символы, чтобы вести народ. Твой дядя наглядный пример изуверства старого режима. Вот как? Да. У него ужасный вид. Его изувечила жизнь полная страданий. Он идеально подойдет, комитет. Займусь им послезавтра. Почему не завтра? Завтра я реквизирую замок Менмираев и вышвырну на улицу эту самодовольную семейку, измывавшуюся над нами. Они будут жить в приюте для нищих. И я этому очень рад. Я так тосковал по тебе. Сельскохозяйственный колледж Иссадена. На рассвете. Винные погреба переделаны в тюрьму. Во дворе казнят без остановки. Руби! Руби! Будто курица тяпал. Мессир, кто такие аристократы? Тупица, это я. Тогда значит, я не аристократ, мессир? Нет, конечно. Ни к чему смотреть на эти ужасы, господа. Одного звука вполне достаточно. Лоренцо Бальдини, маркиз Протофино. Но ведь я не аристократ, мессир. Это ошибка. Я не должен быть здесь. Как и всем. Граф де Монмирай, де Мальфет и де Папинку. Монмирай? Да. Родственник покойного графа Филиппа? Брат? Кузен? Воистину, кузен. Но очень дальний. Давайте вернемся во времена машин, мессир. Ах, так вы кузен Филиппа! Здесь одна только смерть! Вы знаете прелестный виктуар Аглантин? Его дочь. Я ухаживал за ней когда-то. А потом она исчезла. Необузданной красоты. Так и хочется приручить. Она просто невероятно красива. Нет желания говорить? Воистину. Понимаю. Сдержанность. Молчок. Чтоб не навредить семье. И все же забавно, честно говоря, найти здесь собратьев по несчастью. Мой отчим в свое время имел честь держать свечу Людовику XV, когда король испражнялся в окружении своих придворных. Фу, что за дерьмо? На публике срать. Заткнись, смерть, это королевское дерьмо. Тыщу извинения, мессир. Это королевское дерьмо. Мессир? Смерть? А вы провокаторы. Люди боятся, так выражаться. Но вы правы. Раз уж нас ждет смерть, мы можем говорить что угодно. Вот, смотрите, я не трус. Пускай все эти поганые комитеты общественного спасения с их рабеспиярами и дантонами отправляются в задницу. Прямо в задницу. Помолчите, вам жить надоем. А вы что думаете, герцогиня, нас сюда позвали на пикник? Нет ничего благородного в том, чтобы освещать горшок короля, когда он гадит. Это работа с лук. Какой запах. Да. Да, что ж. Друг мой вынужден не согласиться. Ведь... О, боже. Наоборот, это привилегия. Людовик XIV повысил ценность королевского испражнения, предоставив это знати. Подтирание королевского зада – это высшая степень доверия. Ну, подтирать задницу – это мерзко. Обосранная задница – есть задница. Поистину, в этом нет ничего благородного. Это унизительно. Казмите! Господи. Герцог взошел на Ишафон. Сколько в нем достоинства. Надеюсь, когда придет наш черед, у нас будет столько же мужества. Боже мой. Боже мой! Его качан начисто срубили. Ужас! Кровь брысет повсюду! Голова отделилась чисто, так что это была хорошая смерть. Простите? Они отрубили голову моему отцу импотенту 80 лет, а вы считаете это хорошей смертью? Старик не страдал. В мое время, если с топором обращались неумело, это приводило к агонии. Эта машинка очень ловкая. В наше время, если бы он выжил, его бы четвертовали, а потом скормили свиньям. Ему повезло. Он скончался, не успев сказать «уф». Сказать «уф»? Неудачное сравнение. Простите, но нам не о чем говорить. У нас с вами разные взгляды. Прощайте. Прощайте. Травосудие свершилось! Утром в 10 часов башка толстого капитинга упала в опилки. Король мертв! Конец тирании! Гиб, гиб, ура! Молчать! Помолимся! Король умер, да здравствует король! Да здравствует его сын Дофин! Молитесь! Отче наш, сущий на небесах. На небесах? Отче наш, да светится Илья твое. Твое? Да придет царство Твое. Да будет воля Твоя. Твоя! Отставить скулить, я сказал! Сегодня нужно праздновать! Встать! Да будет воля Твоя! Пикарнит! Ильзасец! А ну, помогите мне! Прекратите этот скулёж! Да здравствует революция! Давайте, поднимайтесь! Встать, наемник! Бери их оружие и за мной! Бегу, месир, бегу! Балим, месир, балим! Берегитесь, месир! Входу, месир! Входу! Сзади вас, месир, этот же потёр с бабскими волосами! Ага! Я пойду с вами! Оставь меня в покое! Простите, я решил воспользоваться вашей бычьей силой, чтобы улизнуть! Бычьей? И всё! Бычьей, бычьей, бычьей силой! Быстрее, быстрее! Пошевеливайтесь! Моя мачеха наверху! Шато де Монмирай, недалеко от Исудёна! Быстрее, мадам, вы должны уехать до рассвета! Я ничего не должна! Я не хочу уехать из нашего замка с голым задом! Если меня застанут с вами здесь, то мне конец! Я должен быть в Париже! Жакуе может появиться здесь в любой момент! Нам обязательно нужно как-нибудь поручить эту свинью! Ты спятила? Мы кончим наши дни на эшафоте! Мадам, я дал взятку должностному лицу ради безопасного проезда в Австрию, где наши кузены уже ждут нас! Подумайся, сестра! Действительно, милая, из-за тебя мы до утра не соберёмся! Неси свой багаж! Простите, мадам, это не я вывожу пол замка! И я не принимаю приказов от вас! Слышал бы тебя отец! Он мёртв, а вы мне не указ! Что это за тон нахалка? Я скрасила последние годы жизни твоего отца и заслужила уважение! Сейчас не лучшее время читать лекции моей сестре, мадам! Надо ехать! Да, и побыстрее! Лучше скажите спасибо, ведь в Австрии вы будете жить за мой счёт! По-моему, вы зарываетесь, Ганзак! Нам придётся ютиться всемиром в крохотном охотничьем домике! Большое спасибо! Будем жить как цыгане, вместо того, чтобы поехать в наш дом в Париже! В Париже сейчас террор! Там зверствуют санкюлоты! Казнят высшее сословие на раз-два! Забудь про Париж! К тому же отель мой после смерти отца! Мой, а не ваш! Я ведь старший сын! Прошу прощения! Как депутат вы голосовали за отмену права по рождению! И теперь у моих малышей столько же прав на наследство Мон Мирай, сколько и у вас! Ты не хочешь везти нас в Париж из-за своей политической карьеры? Не будь так несправедлива к своему брату! Спасибо, мадам! Я уважаю вас как свою покойную мать! Я хочу спасти вас, братьев и сестёр! Не забудьте про верную Элизу, которая нежно вас любит! Зачем вам столько книг? Элиза читает мне перед сном, и я засыпаю! На! Доверяю тебе пропуска, брат! Подписаны гражданином Коло-де-Вуа! Это слово «гражданин»! Меня уже тошнит от него! Что за ахинея? Мы теперь что, торговцы вином? Блестяще! Ты бы предпочёл бегущие аристократы? Ты тоже едешь, Аналина? А кто будет им готовить гратен с овсянкой? А бисквиты для малышей? Тевтонцы жрут капусту! Вы это берёте? Это подарок нашей бедной королевы! Я не в состоянии ужинать без всякой музыки! Мы не оставим изысканный инструмент этому жуткому ажакуе! Лучше умереть! А оружие зачем? Прикончить негодяев, которые вздумают нас остановить! Мы хотим сражаться за бегом! Давайте каждому по пистолету! Нет, дети, это слишком опасно! Это не игрушки! Ну, пожалуйста, мамочка! Ну, пожалуйста! Хорошо, только не надо печать! У меня от вас уши болят! Робер, найди им по пистолету! Я этого больше не вынесу! Спасибо, Эркюль! В Париж во весь опор! Да, мистер! Господи, почему мы сбились с пути на этот раз? Помоги мне понять твою волю! Это колдовство, мистер! Нам хана! Хватит сквернословить! Господь послал нам испытания! Надо подчиниться! Мы должны вернуть дофина на трон! Это наша судьба! Осанна! Осанна! Говорите за себя, мистер! Что ты сказал, Гнус? Осанна! Осанна! Кто ты же? Осанна! Это снова я! Что тебе, жопатёр? Простите, но город наводнён злыми санкелотами! Я лучше присоединюсь к вам! Куда мы? К Монмираем! Соберём нашу солдатню! Солдатню? Не хочу портить настроение, но искать тех, кто поддержит нас, гиблое дело! Мы должны набраться мужества, чтобы выполнить волю Господню! Осанна! И что он вам повелел? Мы вернём дофина на трон! Аж дух захватывает! Вы, наверное, знаете, что он заперт в Париже в темнице Тампля! И что? Великолепно! Я потрясён! Без меня вам будет намного удобнее, так незаметней! В Париже у аристократа очень мало шансов улизнуть! А втроём мы попадёмся! Идём! Найдите в саду! Убить их! Они тут подолго! Я всё же с вами! Хотя бы Домон Мираев! О! Стой! Лошадка, миссир! За мной! Сердце разрывается, но надо ехать! Не обижайтесь, но ваш парик слишком напудрен для скромной торговки вином. Они поймут, что мы дворяне и разоблачат нас. Я его под капюшоном скрою. Он слишком высокий, вы в нём не влезете в карету. Глупости! Это мой парик для путешествий. Смотри! Есть специальная груша. Вуаля! И наоборот. Вуаля! Мадам, боюсь, я забыла драгоценности в комнате. Бестолковые, беги, найди их! Мы сможем выручить за них немного денег. Нет, Робер, я не собираюсь их продавать. А на что же мы будем жить, мадам? Понятия не имею. Вам придётся работать. Работать? Да. Что за чепуха? Мы не будем работать как бржуа. Я сейчас. Элиза, дай сюда. Ты всё потеряешь. Иди, я сама. Я забыла портрет маман. Кто вы? Что вам нужно? Вам нечего бояться, мадам. Лоренцо Бальдини, маркиз Портофино. Сын покойного герцога Дешеневьед. Помните меня? Ничуть. Где господин Демон Мирай? Мой муж умер в прошлом году. После ужасной бойни со швейцарской гвардией. И кто новый граф? Мой пасынок. Но он отправился в Париж. И он не хочет, чтобы его звали Мон Мирай. Он зовёт себя Мальфетт. Брось оружие, или я буду стрелять. Лоренцо, что вы здесь делаете? Актуара Глантин, милая. Хоть вы меня узнали. Какое приключение. Мне посчастливилось избежать гильотины. Благодаря этому мсье. Ваш кузен настоящий герой? Какой кузен? Он. Убер де Мон Мирай де Мальфетте де Папинку. Вы тоже Мон Мирай? О, да. Это кузен Уб. Как я твой миссер? Молчи, дурень. Это мой слуга. Вы самозванец. У нас нет больше кузенов во Франции. Эти господа издалека. Они говорят на придворном языке, словно какие-то чужестранцы. Значит, вы тот австрийский кузен, с которым Гонзак переписывался, да? Но я не понимаю, вы ведь должны были ждать нас на границе. Вы предпочли приехать за нами. Воистину. Какой смелый поступок. А вас как зовут? Я Жакуй Прайдоха. Прекрасная дама. Прекрасная дама. Ах, эти прусские манеры. Старомодный, но очаровательный. Простите меня, мсье, но я не уловила вашего имени. Кузен Уб. 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 Убер. Ах, вы хотели сказать Уберт де Монмирай. Кузен Уб. Я все поняла. Нашего австрийского кузена зовут Курс. Все верно. Курт Уберт, сударыня. Да, вот видишь, Курт Уб совсем не важно. Это как Фрид, Смутс, Фрида, такие уж у них там имена. Курт Уберт это двойное имя. Как у тебя, Виктуар Эглантин. Вы хорошо говорите по-французски. По всей Европе уже говорят по-французски. Что за грубые подозрения? Австрийцы говорят по-французски. Да, и с большим удовольствием. Да, еще как говорим, черт подери. Хватит паясничать, дубина. Я подавился чертовым бычком. Робер не выбрасывает окурки. Это отвратительно. Ладно, нам пора ехать, кузен Курт Уб. В Париж, вперед, кучер. Мы вернем дофина Франции на трон. В Париж? Мне ж только не заплатили. Король умер, да здравствует король. Остальное меня не волнует. Хоть один смельчак в нашей семье. Я с вами, месье. Теперь я горжусь тем, что я Монмирай. Мы подбросим вас до Парижа на своей карете. Виват, дофин. Милая, это полностью противоречит указаниям твоего брата. Гонзак, продажная сволочь. Он сволочь, Гонзак, продажная сволочь. Замолчите. Ваш слуга не имеет права оскорблять моего пасынка. Это мы брать не будем. Отдайте. Иначе останетесь здесь. Торговцы вином не возят оружие, как террористы. Спрячь в подвале. Мадам, жандармы едут. Они уже пересекли реку. Скорее спасите нас. Заводи свою колымагу, шлопера. Повинуйся ему. Простите, графиня. Если надо, то надо. Скорее, упс. А где пьянчики, детишки, дети? Сюда, сюда, сюда. Ну, пошли. Вперед. Пошли. Вон, как будто в выгребную яму проезжаем. Езжай подальше от врага, а то просто мясо и плохо. Ах, Поршивец, это ты воздух испортил. Будем менять лошадей, просрись как следует, иначе дальше не поедешь. Заткнись, сволочь. Это лошади на пределе. Лошади на жопы. Да, это лошади, конечно. Да, это они пердят. Обыщи себе замок, живо. О, смотри в лоб. Эта сигара из Санто-Доминго стоит не меньше пяти сул. Проклятые спекулянты. Эксплуататоры народа. Скажите, Курту Берт, вы не слишком просто одеты для австрийской знати? Глупости, Роберт. Это просто костюм для охоты. На мой взгляд, он больше подходит для слуг загонщиков. Настоящее знать не носит панталоны и чулки, как девицы. Благодаря этим ужасным обстоятельствам я вновь встретил мою дурогую Виктуара Галантин. Спасибо. А ваша жена, Маркиз, как поживает? Она скончалась. Вы не знали? Я вдовец уже давно. Гильотина? Нет, переохлаждение. Принимала ванну для ног на свежем воздухе. Печально. Вот именно поэтому я и не люблю мыть ноги. Какая жалость. Но порой это просто необходимо. Особенно, когда путешествуешь в тесном пространстве. Красивый лес. Здесь хорошая охота на медведя. На медведя охотитесь? Да, с мечом, чтобы выпустить всю кровь и съесть еще теплое сердце. О, кошмар. Сырое сердце? Отвратительно. У вас притя ноги плохо, пап. Мария Тереза, в приличном обществе так не бывает. Да, на права. Мы сейчас задохнемся. Маркиз, откройте окошко. Проветрим чуть-чуть. Конечно. Воздух, воздух. Я тоже хочу. И мне, и мне. Вообще-то этот странный запах часто бывает в этих каретах, словно кто-то пукнул. Это из-за подушек. Там спертый воздух. Это намного хуже. Она воняет старой розой. У меня от нее мехрень. Мегрень, граф Убет. Мегрень, а не мехрень. Робер, все и так поняли. Мы тоже очень плохо говорим по-немецки. Вовсе нет. У меня всегда была склонность к языкам. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich. Ein kartofil-püree. Bitte schön. Не будем навязываться и заставлять его говорить по-тефтонски. Мария Тереза замерзла. Закройте окно. Не замерзла моя маленькая-маленькая печушка. Никого, гражданин-обвинитель. Замок пуст. Их предупредили. Я в ярости. Мне хотелось, чтобы их головы достались новому владельцу. Новому владельцу? О ком ты говоришь? Ты ведь не оставишь замок себе? Конечно, нет. Как ты могла бы мне такое подумать? Я говорю о революции. Это народ, новый владелец замка. Хотелось бы в это верить. Какое великолепие! Когда я думаю о соломенной хижине, где жил мой отец у гнилого пруда. Я должна ехать. Куда ты? Обратно в Париж. И еще успею на последней дилижансе. Но, Лоло, мы ведь ни одной ночи не провели здесь с тобой. Здесь столько пустых кроватей. Обидно этим не воспользоваться. Я попрошу Марата написать заметку про твоего дядю Иньяса. Это пойдет мне на пальцу. Но я это делаю не для тебя. Я делаю это ради триумфа правды. Марат превратит его в икону революции. Дядю Иньяса в икону? Это уж слишком. Гражданин, в тюрьме вспыхнул бунт. Вашему дяде и гиганту удалось сбежать. Что? Поздравляю, ты опоздал. Не волнуйся, я найду его. Не меняй своих планов. Хорошо. Не забудь, во вторник мы ужинаем с моим братом и комитетом общественного спасения. Шарлотта, я никогда не забуду про ужин с Робеспьером. Ты тоже австрийец? Дубист, отришье? Не хочешь говорить? Гордый слишком. С такой мордой неудивительно. Лучше пусть не открывает свой Ваню Терл. Не очень-то он похож на австрийца. Я лотаринская вдова, я их повидала. За закон холебала кошелка. Эй, чтоб меня. Вы правы. Я такой в войне сроду не помню. Вам не повезло, у меня нет свободных лошадей. Я могу дать вам четырех мулов. О, мы не применяем лошадей на поганых мулов. Я тебе прикончу, ворюга. Что ты сказал, босек? С кем это ты так разговариваешь? Хочешь пулю на длая рожа? Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь, граждане. Ошибочка вышла. У меня остались свежие лошади. Я забыл. Вот безголовый. То-то же. Нарвался. У нас здесь сразу распознают высшее сословие. Сохраняйте хладнокровие, Маркиз. Простите, кузен Курт. Вы сильно смахиваете на австрийца. Вам лучше остаться в карете. Ваш слуга принесет вам хлеба и бекона. Это ради вашей безопасности. Не волнуйся за меня, юноша. Дай мне свою мантию. Вот это. Заплати ему за меня, кузен. 25 шу. Она новая. Добро пожаловать в приют охотника, граждане. Устраивайтесь поудобнее. Слуга Курта очень похож на вороватого конюха, который работал у вашего мужа. Не помню, как его звали. Иньяс Куй? Но это невозможно. Ведь мой муж сослал этого мерзавца на галеры. 20 лет галер за кражу куска дерева. Дорого он заплатил за это. Уф. Откуда вы так поздно? Хотите отдохнуть в уединении, гражданка? Ох, как вкусно пахнет. Я дико проголодался. Вы пишите мне вексель на 25 суп, которые я вам одолжил. За столом и делах не говорят. Все понятно, я влип. Получше вари мясо, трактирщик, чтобы не было червей. В моем мясе нет червей, гражданин. Просто хорошо прожарьте его, милочка. Гражданка. Да, гражданка. Ох, как я ненавижу этих буржуа. Не меньше, чем аристократов. Онорин, обслужи нас. Да, госпожа графиня. Да что же это такое? Пусть перестанет называть вас госпожой графиней, иначе нам конец. Для нее это безумно сложно. Вкуснющая у них тут бурда. Хоть есть чем брюхо набить. Тащи нам три кувшина, старая корга! Какого черта ты сел за наш стол? Иди жри хлеб в повозке. Останутся объедки, я тебя выброшу. Вы правы, это мучительно есть со слугами. Он должен есть с лошадьми. Там ему место. А почему эта кляша не идет жрать с лошадьми? Она нам прислуживает, а вы с грязными пальцами не можете этого делать. Это нечестно! Она тоже грязная, как свинья! Зря я не остался с дамой и женой во времена крутых машин. Кадиллаков! Убирайся, или уши тебе отрежу. Лучше иди собери навоз. Навоз? Для чего? Чтобы растопить камин на ночь. Он дает жар. Это все объясняет. Что объясняет? Отсталость австрийцев. Когда жгут навоз, он пахнет дерьмом. Робер, мы за столом. Эй, что ты делаешь? Это чтоб теплее было. Делай, что хочешь, идиот, но я за тобой убирать не буду. Вы в Австрии не едите вилками? Простите. Онорин, воды я хочу пить. Сейчас госпожа графи... Чтоб меня, я никогда не привыкну, гражданка графиня. Замолчи, больше ни слова. О, что это? Суп из крапивы. О, ужасная гадость. Что вы в него положили, сливки? Нет, козье молоко. Я просил не болтунью, а омлет, и все подгорело. Им ничего не нравится. А эту кривляку в парике называют графиня. Нужно заявить на них. Доем суп и пойду к жандармам. Может, получим награду. Хватит. В этой тушеной щуке с овощами нет ни щуки, ни овощей. А мне нравится эта похлебка. Главное, что много. Да, только в этом блюде отсутствует рыба. А, он не закрывает рот, когда ест. Он же австриец, дорогой. И мы не разговариваем за столом во время еды. Лошади запряжены, миссер. И я сейчас подбавлю жару в огонь. Держи, можешь угостить. Мы снова в дерьме, но повсюду. Нам не нужен ваш навоз. Убирайся с меня и забирай с собой корзинку с этим говном. Я не пойду туда, там слишком холодно. Давай, шапа, пошел вон. Я не хочу. Ты будешь меня слушаться. Какая вон. Нет, пошел вон. Э, предупреждаю, за навоз придется доплатить. За уборку тоже, с вас еще два сутка. Это грабеж средь бела дня. Вы нас за идиотов принимаете, у вас ничего не выйдет. Мы уйдем и не будем вам платить. Вы это заслужили. Это была худшая еда в моей жизни. Просто чудовищная. Хуже не бывает. Только Курт все сожрал. Отопить камин навозом, это мерзко. Курт? Это же австрийское имя. А ну, руки вверх. Получай, мерзай. На помощь! На помощь! Они избили моего Гаспара! Скорей, скорей! Париж. Рюде Кордильер. Ай! Голдак хватит. Спасибо, Гюль. У тебя сегодня был триумф в ассамблее. Да. Я предложил отдать земли государству. Я горжусь тобой. Не о чем беспаковаться. Когда Кало вернется из НОСИ? Завтра, но не важно. Я хочу отпраздновать твою победу. Боже. А ну, стой! Именем республики! Говори, кочер. Есть с тобой кто-нибудь? Внутри яблоку негде упасть. Что ты на меня так смотришь? Ты какой-то агрессивный. Нет, нет-нет, красавчик. Он не агрессивный. Он устал от езды. Ага. Я тебя прикончу, сопряжение. Умолкни. Умолкни сейчас же. Что он сказал? Ничего. Ему приснился кошмарный сон. Сопряжение. Тише. Прекрати. Покажите право на проезд. Да, прошу вас. Вы торговцы вином? Да. Едете из-за судёна? Да. Там есть виноградники? Да, конечно. Там есть виноградники. Мы немного растерялись. Да, там есть виноградники. Там полным-полно виноградников. А этот похожий на бандита. Кто? Он? Наш дровосек. Он делает для нас бочки. И зачем вы везёте его в Париж? Мы предпочитаем, чтобы он был с нами. Дороги опасны. Не мне тебе говорить, да, гражданин? У нас встреча с депутатом Мальфеттом. Знаешь его? Нет. Знаете депутата Мальфета? Мы знаем Брунлина. Его казнили вчера. И что? Больше я депутатов не знаю. А пупсики? Тоже вином торгуют? Я никогда никуда не езжу без своих детей. Знаешь, припудренная, ты очень смахиваешь на буржуа. У тебя высокий парик. Сержант, на пропуске стоит подпись «Коло Дербоа». Председателя «Коло»? Вы что? Вы лично знакомы с «Коло Дербоа»? Они с моим братом друзья. Пропустите! Да здравствует революция! Давай! Да здравствует революция! Да здравствует видос! Запряжусь! Увидимся на обратном пути! Браво, Робер! Потрясающее холоднокровие. Нам удалось проехать. Я не уверен, что этому стоит радоваться. Почему, мой пугливый друг? Главная проблема не въехать в Париж, а выехать из него. Нет, Виктор, ты не останешься в Париже. А кто проведет кузена Курта по городу? Опасно так стоять и болтать рядом с гвардейцами. А ну вернись! Сейчас же вернись! Ау! Он зашел с ума! Зачем он сбрасывает наш багаж? Приехали! Я вас не повезу обратно через кордон! Я тебя на пуски разрублю! Вам заплатили за доставку нас в Вену! А вы вместо этого притащили меня сюда! Вылежайте! Или я сдам вас всех! На помощь! На помощь! Чёрт подери, солдатня, миссин! Нет, он совсем спешил! Надо вернуть наш экипаж! Всё нормально, сержант. Мы живём у депутата Мальфета. Идите домой, не шумите! Дайте приличным людям поспать! Я разбужу консьержку, она поможет нам. Я тебя не нанимался! Карка! Грубия! Неси! Ну кто там ещё за шум? А-а! Вы кто? А ты кто? И чего шумите? Что вы делаете в коморке Мариэтты? Её обезглавили два месяца назад. За крики «Да здравствует королева на улице!» Бог мой! Бога нет, гражданка! Значит, вы наша новая привратница. Да, я чищу лестницу и присматриваю за всем. Мы ваши хозяева. Ха, надо же! Сам хозяин живёт на верхнем этаже, а остальные комнаты сдаёт. А на втором у нас Шарлотт Робеспьер. А на первом Марат, великий журналист, друг народа. Этот ужасный человек требовал казни всех дворян. Ладно, что вам нужно? Будьте так любезны, помогите нам отнести наш багаж наверх. Добрая женщина. Это чё ещё за тон, бабёнка? Бабёнка? Кончились времена, когда мы гнули спину. У нас топерича все равны. Эй, Филибер! Тут бывшие домой вернулись. Это же дома женят, миссир. Дома женят. Ну, этот хорёк хочет от меня. Хватит, Куй, оставьте нас в покое. Нам и без вас нелегко. Тебя зовут Куй, гражданин. Это не она, это постарушечней. Чего? Филибер? Тут гражданин Куй меня оскорбляет. Что? Какой ещё Куй? О, господи. Ну и страшила. Кошмар. Это кто страшила? Это ты, мой милый. Она скривила рожу, потому что ты чёрная. Это расизм. А расистов обезглавливают. Я... У меня случайно вырвалось. Я уважаю иностранцев. Кого угодно, спросите. Каких иностранцев? Я француз и сержант национальной гвардии. Это прекрасно. Поздравляю вас, сержант. Это сарацин, миссир. Сарацин уже здесь. Не называйте его миссиром. Это опасно. Проглоти свой страх, трус. Произошло недопонимание, граждане. Дело в том, что у нас очень тяжёлый груз, и мы всего лишь попросили вас помочь нам отнести его. За звонкую монету, конечно же, это не обсуждается. Ну, если мы говорим, как цивилизованные люди, другое дело. Сколько? Ну, я думаю, что... Два су – хорошая цена. Пять. Ну, нет, за такие деньги мы сами всё поднимем. Спасибо. Нет, Роберт, для нас это слишком тяжело. А для нас легко? Засуньте себе в задницу свой багаж. Да, в задницу, лентяи. Полуважительный ублюдок или огребёшь? И сарацин. Кто? О, сарацин? Я покажу тебе крестовый поход, сволочь! Извиняйся! Быть оскорблённым белым по имени Куй – это перебор. Съел, мерзавец! На костёр вас, аристократов! Извиняйся или умри! Чёрт бы вас побрал! Меня ранили в мягкое место! Меня ранили! Что тут за гвалт? Марату уже нельзя спокойно ванну принять! Это всё семья Экамальфи от Калабродицы! Занимайтесь своими делами! Ну, прошу вас, потише! Я пишу! Мне плохо! Браво! Вы разозлили Марату и его жену! Прекратите орать! Вы мешаете Марату! Я помогу вам поднять багаж, но с вас десять сут. Ну, а это вдвое больше! Замочи сиомися! Как вам не стыдно? Соглашайся или проваливай, бабёнка! Бабёнка! Какая кошмарная статуя закройщика! Какого закройщика? Это Марат за работой! Ликёр постарался! Очень уважаемый конвентом спутник! Потише там! Марат и без того очень раздражённый из-за болезни кожи! День и ночь принимает серные ванны! А, вот оттуда запах тухлых яиц! Вы сказали, потише, а вы играете на клавесине! Мы не специально! Клавиши стучат при переноске! Неуклю же ящик для трубонос! А не понимаешь, играет на клавесине, когда патриоты страдают на границе! Это возмутительность! Без музыки человек просто животное! Давай, Карга, давай! Что там за шум? Ерунда, гражданин! Это у нас сундук упал! Сколько можно? Это больше не повторится! Они разбили Марата! Что за крики, Филибар, у нас постояльцы? Нет-нет, это ваша семья сюда прибыла, и они невыносимы! Пить! Меня мучает жажда! Кто это? Бернёт! Не разбилась! Это наш кузен Курт, с которым ты переписывался! Что он здесь делает? Он должен был ждать вас на границе! Меня рано! Мне нужно влажное полотенце! Курт, это прусское имя? Прусское? Нет, вовсе нет. Он француз. Это ильзасское имя. Он из ильзасской ветви семьи Мальфет. Ильзас ведь в Франции? Да, да. И кто заплатит мне мои 10 су? Депутат? Он ведь депутат. Что? И добавьте 5 су за гипс. Необходимо починить восхитительную статую Марата, которую ваш клан только что изувечил. Слушай, а эта гражданка-актриса всё ещё здесь? Я видела, как она приходит тайком. Ты её у председателя отбил, да? О чём вы говорите? Да брось. Мэтт Нюба свою прикрыл. Нет, нет, нет. Ты можешь довериться нам. Спасибо и доброй ночи. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, я заплачу вам завтра. Ладно. Пришлю с курьером. Братский привет. Не забудь, иначе доверие будет подорвано. Да, я себе спину потянул. Мне требуется компенсация. Скажи-ка, Филибер, гражданин Куй тебе никого не напоминает? Нет, я его раньше не видел. Неуклюжий. Ну всё, с меня довольна. Дайте мне хоть ночью покоя. Простите нас, гражданин. Филибер упал с лестницы. Неудивительно, эта лестница совсем гнилая. А что это был за грохот? Кто разбил мою статую? Это гражданин Куй. Хотите, я починю? Не надо мне наплевать выбросить её в мусорку. Какой-то закройщик. Ни капли таланта у этого ликёра. У тебя ничего нет, неженка. Я знаю, что сильно ранен. Рана глубокая. Пуля едва задела кожу. Конечно, это ведь не вам досталось. Сделайте мне компресс. Ай, как холодно. Вы добровольно отправились в пасть Льва. Гвардейцы обязательно донесут на вас. Простите, мадам. Она очаровательна. Где я могу уложить детей? Они устали. В моём кабинете, в конце гостиной. Эта комната занята. Восхитительно. Кто она? Она мой друг. Почему ты расположился на чердаке? Это старая коморка прислуги. Я сдал большую часть здания конвенту. Это честно, делиться с революцией благами, которыми мы эгоистично пользовались два века. И потому ты сдал его Шарлотте Робиспьер и этому паршивому Жакуе, её любовнику? Иначе бы отель конфисковали. Нужно уметь идти на компромисс. И теперь отель приносит тебе деньги, и ты счастлив. Смотрите, я нашёл тут два отличных тесака и этот неплохой клинок. Положите на место. Что вы с ним собираетесь делать? Освободитесь от тюрьмы дофина. Да вы просто псих. Спасибо, юная сударыня. Что-то хрустнуло. Что натворил эта гельвенщина? Он разбил мой сэбровский фарфор. О, боже, ну и вонь. Помоги мне, помоги. Давай, не стой. Это бесценно. Вот остолоп. Это лакей нашего кузена. Ходячий кошмар. Если присмотреться, он вылитый куй. Вылитый кто? Я вам никакой не куй. Я же куй пройдоха. Ущипните меня, я сплю. Кузен, почему ты нарушил наши планы и приехал сюда? Чтобы навредить мне? Нас арестовали. Подтверждаю, мы познакомились в тюрьме. Это же потер. Лоренцо Бальдини, я сын покойного герцога Дешеновьет. Рад познакомиться с вами, граф. Нет, гражданин. Гражданин депутат Мальфетт. Здесь нет графов и титулов. А, если тебе больше не нужен титул, я его возьму. Теперь я здесь граф, дорогой Лоренцо. Доброй ночи, депутат. Я оставлю вас с семьей. Не хочу причинять неудобства. Я польщена, что вы прочитали мне свою речь тет-а-тет. В позе валета, видимо. Боже мой, она голая. Флор. Позвольте представить вам Флор Д'Анджелес. Звезду самой модной театральной труппы дворежи. Без имен, мой друг. Это всех смутит. Я пойду. Граждане, гражданки, очень приятно. Да здравствует революция. Да здравствует революция. Да здравствует революция и красивые попки. Ты не можешь пойти одна посреди ночи. И что ты мне предлагаешь? Спасть с твоими братьями? Флор, я быстро избавлюсь от этих зануд. Флор, Флор, я люблю тебя. Я тебя тоже, я тоже. Скоро закончится эта возня, Мальфет. Я не могу сосредоточиться на статье. Извини, Марат, такой конфуз. Я вижу. Ммм, какая задница. Так бы и слопал. Доброй ночи, гражданка, увидимся. Кажется, я её знаю. Это любовница председателя? Точно. Плохая актриса, но красавица. Она покоряет всех голым задом. Нет, ты путаешь. Это была не она. Да, ведь председатель у нас ревнив, как тигр. Марат, с кем ты говоришь? Да я тут немного, это... Живо домой. Ты можешь заболеть. Да я совсем недолго, совсем чуть-чуть. Ради таких бёдер станешь революционером. Роберт! Такова нынешняя мода. Ей необходимо быть бесподобной. Умнее ничего не могли сказать, Лоренцо? Но Виктуар, она же актриса. К вам эти слова не относятся. Почему? Моя грудь того не стоит? Наоборот, моя дорогая. Ваша грудь достойна большей свободы. Снимите всё. Снимите всё! Благодарю. Вы испортили мне вечер. Заткнись, Ганзак. Мне стыдно за тебя. От тебя пахнет трусостью. А, да, он пёрнул. Ах ты наглый, Врун, обосрался. Он трус, он наложил штаны. Ганзак трус, позор ему. Прекратите! Не забывайте, что вы ладей. Вы достали меня, австрийцы. Я вам не ретроград какой-нибудь. Вы варвары. А я прогрессивный человек. Сегодня мир таков, что все равны между собой. И мужчины и женщины равны между собой, чтобы ты знала, Виктуар и Галантин. И вы, Халуй, тоже имеете право на равенство, хоть и не способны это понять. И это произошло именно во Франции, а не в Австрии. С её вонючими дворцами и эмигрантами-реваншистами. А сам нас отправлял в руки тевтонцев. Ну? Я не трус, кузен. Я выбрал революцию, потому что это будущее. Даже для моей семьи. Я не согласен с тобой, Ганзак трусливый. В городе нет жизни. Землю потеряешь, потеряешь душу. Нужно ценить своё имение и изброд, который служит тебе и любит тебя, как мой Жакуй. Ты ведь любишь меня, мой пройдох. Да, миссил, иногда. Прости? Всегда. Всегда, миссил. Знаешь, Ганзак, Австрия тут совершенно ни при чём. Все беды от тебя самого. Твой отец всегда считал тебя негодником. Я больше не могу. Хочу спать. Я займу большую комнату. Элиза, проводи меня, а потом сделай мне настой. А знаете, как они меня зовут? Пугливый Неженко. Жакуй, приготовь мне лежанку в коридоре. Нужно отдохнуть перед завтрашней битвой. Сам можешь лечь в кухне для слуг. Рубер. Австрийский слуга. Безумно похож на Иньяса, которого замучил наш папа. Это он. Мария Аделаида думает, что двойник, но это он. Это Иньяс Жакуй. И он вернулся, чтобы нас достать. Тот воришка Иньяс. Я в этом уверен. Не часто встретишь такое сходство. Ну. Ладно. Я во всём разберусь. Идём. Скажите, Кузанкурт, как вышло, что Иньяс, наш конюх, оказался у вас на службе? Кто? Иньяс. Как он оказался у вас? Он был на галерах. Я забрал его. Из жалости. Он отправился с вами в Австрию? Да. Невероятно. Эти люди неистребимы, как сорняк. Они проползут сотни километров, лишь бы сделать нашу жизнь невыносимой. Мы этого не допустим. Эти люди неистребимы, как сорняк. Коми пытался меня убить. Куй пытался меня убить, а то он убегает. Что произошло? Жак Куй пытался убить графиню. Это не я, я не виноват. Это все графиня, она жутко храпела. Будешь спать здесь. Я не хочу, здесь холодно. Хватит. Да, вон. Да, с нас хватит. Нам не нужен этот Куй. Что там творит этот гаденыш? Он писает? Эй, 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 эй! Да не боись ты. Я слуга кузена Куртуба. Это не писсуар, это мой двор. У нас гигиена в Париже. Писай на дорогу. Мне нужно было срочно отлить. Хозяева не дают пользоваться их уборными? Теперь, ичи все иначе, нет больше слуг и хозяев. Не давай этим лентяям тобой помыкать. Ты сегодня же можешь сдать их. На твоем месте я бы у них все конфисковала. Лишила бы их всего. Да, да, правильно. Пусть получат по заслугам эти манмираи. Видишь, теперь ты можешь говорить свободно. Твоя физиономия мне кого-то напоминает. Мы встречались в другом времени. Ты была моложе. Спасибо. Это ты до сих пор очень смазливая. И я бы тебя завалил. Эй, кого это ты собрался завалить? Это не то, что ты думаешь, мой милый. Пусть этот коротышка катится обратно на чердак. Иначе я ему все кишки выпущу. Не подходи ко мне, шаросын. А не это освежую. Стойте. Вы же оба поранитесь. Мы здесь все нормальные люди. А, приум. Я боялась, придется тебя будить. Марат не может заснуть. Он просит в ванну. Филибер, не принесешь немного горячей воды? Конечно. Я все сделаю ради Марата. Мы так вас любим. Давай, пошли со мной. Поможешь мне. У вас еще остался тот вкусный шоколадный пирог? Маленький кусочек. Я оставила его на завтрак Филиберу. Но ничего перебьется. Ни в коня корм. Вы чудо. И побыстрее он голоден. Доброй ночи. Доброй ночи, свинья. Отнеси это наверх. Сделай одолжение. Поставь это рядом с его ванной. Ванна готова. Куда это ты пошел? Я не подниму ведра наверх один. Ладно. Осторожней, неуклюжая скотина. Ты же так всю воду расплескаешь. Сам ты неуклюжий сарацин. Будь ты проклят. Ты мне ногу ошпарил. Выродок. Кусок дерьма. Симона, ванна холодная. Я сейчас замерзну. Сейчас, сейчас. Он идет. Он идет. Несу, несу. Несу, несу. Сейчас, сейчас, сейчас. Водичка. Ласная водичка. Прекрасная водичка. Ой, кретин, это кипяток. Я теперь как вареный рак. Тупица, надо пальцами потрогать. Принеси уж от холодной воды. Простите, Марат, он новенький. Не извиняйся. А за чаевые иди приберись. Все как обычно. Так и будешь стоять тут как столб? Помоги ему, а? Помоги ему. А ты, Симона, они принесли мне мыло вместо еды. Благодарю, Прю. Спасибо за мыльный пирог. Я этого не забуду. Доброе утро, гражданка Робесфьер. Привет, Прю. Привет, Филибер. Как добрались? Устала. Посреди ночи приехала семья депутата Мальфета. Такой кавардак тут устроили. Столько хлопот с ними было. Филибер аж спину надорвал. Я потребовал два Су за спину. Масть нынче дорогая. Да. Мы за справедливость, моя бедная Шарлотта. Да. Тебе помочь с багажом? Он не тяжелый. Сейчас привилегия вообще иметь какой-то багаж. Берегись! Сарацины атакуют! Нужно бить тревогу! Что ты здесь делаешь? Солдаты ведь ищут тебя. Слушай, Шарлотка, мне очень страшно. Не бойся, я позабочусь от тебя. Ты голоден, дядя Иньес? Мой желудок пуст. Он урчит. За мной. Проклятие. У меня только заплесневевший сыр с червями. Это несъедобно. Постой, у меня еще остались яблоки. О, нет. Иньес, не ешь это. На вкус, как мой любимый сыр. Какой же ты голодный, что ешь такую гадость. О, черви такие мясистые. Почему ты вернулся ко мне? Я вернулся не к тебе, а к Мадмираям. К Мальфету? Проучим их так, что будут знать. Ты прав. Но не думай о месте. Республика все сделает. То есть уже сделала. Твой племянник конфисковал их замок. Конфисковал замок? Ну да. Теперь все народное. Это твой дом, мой дом. Он общий. Да здравствует республика. Усанна. Да здравствует республика. Да. Нужно переодеть тебя, чтобы представить Марату. А. Ты станешь любимцем конвента, не успеешь сказать уф. Ни за что. Я не хочу говорить уф. Это очень плохо. Почему это плохо? Кто тебе не дает говорить уф? Я не хочу умереть. Ты не умрешь. И никто не заставляет тебя говорить уф, если ты не хочешь. Не надо уф. Иди за мной. Вот. Кувшин с водой. Ты можешь взять это. И мою расческу для волос. Мне подарил ее брат на день рождения. Не сломай. Я дам тебе лучший наряд джекуя. Он будет очень рад. О нет, это для лица. Если хочешь пить, у меня есть отличный миндальный сироп. О, супер сиропчик. Усана, Шарлоточка, усана. Эньяс, мир изменился за время твоей каторги. Уже не говорят о Санна. Говорят, ура, так по-светски. Ура, так по-светски. Да, ты все правильно понял. Ура, так по-светски. Ура, так по-светски. Дама Шарлота. Да. У вас что, нет водопровода? Водопровода? Горячая вода, холодная вода, краны. И где у вас радиатор для полотенец? Какая здоровая хрень с душем? У вас даже электричества нет. Ночь, день, ночь, день. Да у вас просто ни хрена нет. Это ванная, позапрошлый век. Тухляк. В каком смысле, Тухляк? К твоему сведению, это точная копия ванны английского короля. Не надо быть снобом, дорогой Ньяс. Ты все преувеличиваешь. Вот, если нужно, отхожее место. Самое современное. Это чтобы смывать. Смотри. Уверена, ты таких не видел. Да уже много раз видел. Я умывался в такой. То есть как? Ты умывался в унитазе? Помыл лицо и руки, а после этого мы выпили воду. Такая свежая. Это возмутительно. Они заставляют их пить воду из туалетов. Какие же чудовища в этих тюрьмах. Я кое-что понял, пока спал. Вы вовсе не слюнтянь. Приятно, когда тебя будет, чтобы сказать комплимент. Если я в одиночку попытаюсь освободить дофина, то скомпрометирую себя. Поэтому сначала я должен вернуть свой замок. Когда отправляешься? Для этого мне нужен колдун. У тебя нет знакомых? А почему не гадалка? Революционеры ненавидят суеверие. Ты хочешь наешать воду? Найди колдуна, иначе я останусь. Оставь меня в покое. Сегодня будут жаркие деваты. Я должен быть в форме. Мне надо работать. Иньяс, дай мне свои каторжные вещи. Я постираю их. На, держи. Ура! Так по-светски! И не нужно так кричать в столь ранний час. Пойми меня правильно. Я и не знала, что такая больно существует. Позорно так обращаться с людьми. Я выставлю твою обувь, чтобы проветрить. Удушающий запах. Это может быть вредно для легких. Ты будешь сидеть и смотреть, как я сплю? Да. Ладно. В округе ходят слухи о чокнутой старухе, называющей себя Богоматерью. Богоматерью? Да. Эта старуха занимается колдовством? Она провидица, которая видит будущее. Говорят, сам Робеспьер навещает ее. Ты доставишь меня на место. Я не знаю ее адрес. Нам придется искать вслепую. Где эта скотина Жакуй? Гражданин! Гражданин депутат! Заберите собаку! О чем вы? У меня нет собаки. Она нагадила на лестнице. Теперь по всей лестничной площадке жуткий запах. И кто будет за ней убирать? Кто там опять кричит? Собака Мальфетов! Она гадит повсюду! Запах, как будто кто-то сдох. Это обувь вашего слуги? Значит, он внизу. Идем. Что у тебя с волосами, дядя? Они все белые. Ты опустошил всю бутылку с тальком. Но зачем? Он снимает зуд. У тебя вши. Ты же был в тюрьме. Мы удалим их расческой. Шарлотта очень проницательна. Но я все уложу. Я ведь ей нравлюсь. Не двигайся, пожалуйста. Братский привет. Что тебе, гражданин депутат? Я тебя знаю. Ты был с Иньясом на галерах. В смысле? Не притворяйся, депутат. Ты ведь знаешь Жакуя. Это мой отец расправился с ним. Я здесь ни при чем. Но ты в ответе за последствия. Это весьма спорный вопрос. А почему дядя Иньяс был вынужден спать на лестнице, на сквозняке, как побитая собака? Он пытался задушить мою мачеху. Ты поощряешь убийство? Убийства нет. А вот справедливое мщение – да. Он хочет отомстить за свою поломанную судьбу. Ты будешь жаловаться? Нет. Ура! Так по смешке! Ты отлично выглядишь, Иньяс. Посмотрите. Ну что, он не идет, гражданин? Опф! Ты смешон, презренный. Ты станешь посмешищем, когда мы вернемся туда, откуда пришли. Я никогда не вернусь туда. Там полный тухляк. Послушайте, ни к чему вам ругаться. Никто не вернется на галеры. Можешь гордиться собой, депутат. У них травмы на всю жизнь. Ура! Так по смешке! Да, успокойся, дядя Иньяс. Знаю, тебе очень больно. Оставь нас одних, гражданин. Почему? Ты нам больше не нужен. Ура! Браво. Вас провели по всем пунктам. Наш австрийский кузен никакой не кузен. Он галерщик. Господи Иисусе, галерщики. Ох, какой я была наивной. Ужас. Ведь дети ехали с ними. Они могли нас прикончить. Бедные дети. Я забыла про них, мы легко отделались. Я чувствовал с самого начала. У них вид как у цыга. А теперь вам не удастся так просто выбраться отсюда. Хватит ругаться. Вполне возможно, есть выход. Элиза, отнеси эту записку в посольство Соединенных Провинций Нидерландов и передай ее лично в руки герцогу Мак-Манусу. В случае опасности, проглоти ее. Проглотить? Да. Это самый верный способ. И сургучную печать? Да, дорогая. И сургучную печать. Скажите, Маркис, это один из моих костюмов? Да, вы правы. Не было времени спросить разрешения. Очень плохо. Нельзя же ходить в одной и той же рубашке 15 дней. Ой, не жадничай, у тебя полно нарядов. А ты надел мой любимый костюм из Флоренции? Да. Он слишком длинный, я укоротил его шпагой. Укоротил его? Он стоит целое состояние. Я себе такого не позволил. Если хотите, надену свое стырье. Эти двое мучеников пришли сюда, чтобы найти у меня убежище. Хороший сюжет для статьи. Безусловно. Я завтра же опубликую ее. Спасибо, что предупредила меня насчет этих бедняк. Республика должна очнуться, чтобы отдать долг, отдать долг. Патетика, патетика этим бедным мученикам. Что скажете, граждане? Проучим их так, что будут знать. Превосходно. Сжато и по делу. Я добавлю это в статью. Прямо в точку. Ура! Так по-свестски! Простите? Ура! Так по-свестски! Они не очень понимают, что говорят. Это все душевные травмы. А, ясно. Они говорят в несколько бредовой манере, как потерявшиеся дети. У тебя, гражданин, очень напряженный вид. Не бойся, говори без всякого страха. Твое мнение очень важно. Я слушаю. Твоя смерть близко, ты долго не протянешь. Так что берегись, если это возможно. Из-за паразитов у тебя рожа красная. Ты скоро сдохнешь. Что они, что они сказали? Мы оставим тебя. Кышкаш отсюда. Облепили его паразиты повсюду. У Марата полно работы. Прости за беспокойство. Что они сказали? Я ничего не понял. Это они про меня? Зачем вы сказали ему, что он болен? Потому что он очень болен. Если вы будете всем говорить правду, то попадете в беду. Симона! Шарлотта привела ко мне двух сумасшедших. Вода остыла! Я не запомнила твое имя. Готфруа отважный. Отважный? Тебе подходит. Ты правда очень храбрый. Скажи, ты знаешь, где дом Богоматери? Богоматери? Кто это такая? Старуха, которая видит будущее. Ты веришь в этот бред? Где она живет? Я не знаю и знать не хочу. Это Калодер Буа знаком с ней. И распускает слухи, что Максимилиан ходит к ней. Она утверждает, что Робисфер — новый мессия. Как будто мой брат увлекся черной магией. И где этот ковер дерьма? Калодер Буа — это честолюбец, который на всех встрочит поклёпы. А Максимилиан ему доверяет. Он приглашен сегодня на ужин. Я много набрал. Мы поговорим с этим Калодер Буа. Свежее молоко! Свежее и тёплое! Молоко только что из-под коровы! Налетай, народ, ещё тёплое! Свежее молоко! На, неси всё, Шут. Сам неси, гражданин Курт. Здесь теперь все равны. Я тебе сейчас покажу всё равны, скотина! Хватит уже цапаться! Гражданин отважный, ты очень сильный, и ты понесёшь вещи. Дружелюбней. Идите за мной. Держите. И улыбайтесь. Гражданин Курт! Улыбайтесь! Улыбайтесь, гражданин Курт! Вот так. Прежде чем уехать за границу, хотелось бы знать, есть ли у герцога средства... Робер, у него 500 тысяч ливров годовой ренты. Ах, боже, это он! Открывай, Виктуар! Избавьте меня от этого постыдного зрелища! О чём ты говоришь? Вы недавно стали вдовой! Простите, но меня это шокирует! Обстоятельства, Виктуар, обстоятельства. Месье герцог! Входите, герцог. Мы вас ждали. О! О, графиня, для меня всегда радость видеть вас. Позвольте, я присяду, сердце в пятки ушло. Как вы переносите эти трудные времена? Выживаем все, но боюсь, на лице останутся морщины. Не с годы не коснулись вашего... Он напоминает мне выброшенную на берег рыбу. Спасибо, мой друг, вы мне льстите. Мы с первобытным ужасом наблюдаем из посольства за террором, которое охватил Францию. Робеспьер жаждет крови. У нас больше ничего нет. Ни нашего замка, ни этого самого отеля. Они пустили нас по миру, и нам некуда пойти. Так они хотят ещё отправить нас на эшифут. Мадам. О, простите мне этот момент слабости, но, к сожалению, такова ситуация. И я ваш скромный слуга. Рыбка заглотила наживку. Прикажите, я хочу избавить вас от этой грусти. Ага. У вас всё ещё есть тот шикарный особняк на берегу Фехте? Он стал ещё больше. Я пристроил к нему два крыла. Я мечтаю увидеть его. Это то, что нам нужно. Мы могли бы навестить вас там, пока эти ужасные тучи революции не рассеются. Мадам, это было бы неописуемым счастьем для меня. А у вас было время прочитать мои письма. Право, Анри. Я в трауре. Я просто идиот. Ох. Так вы согласны? Какая радость. Мы скоро навестим вас. Простите, графиня, когда вы говорите «мы», кого вы имеете в виду? Нас всех, нашу семью. Я не езжу без моих малышей, пасынка, патчельцы, гувернантки и моей кухарки Аннери. Спасибо, мадам. Большое спасибо, месье, вы очень добры. И не забудьте про своего друга Лоренцо. Ну куда же без вас, маркиз? Лоренцо Бальдини, маркиз Портофино, сын покойного герцога Дашеневьят. Приятно познакомиться, дорогой герцог. Мин их ботон. Мин эбертон, маркиз. Эт мадмин тут, готфельтон. Графиня, вам не кажется, что было бы логичнее, если бы мы вдвоем отправились ко мне, чтобы подготовить мою мать и мою сестру к вашему визиту? Очень плохая идея. Либо едут все, либо никто. Что ж, я постараюсь, но это будет для них жестоким сюрпризом. Ну что вы. Самую малость. Я буду завтра утром в шесть часов с дипломатической каретой. Большой каретой, Анри. У нас полно багажа. Мы ведь не на неделю едем. Меня зовут Хендрикс, моя дорогая, простите. Да что вы, а я что сказала? Анри. И что такого? Анри это все равно, что Хендрикс по-французски. А, нет. Послушайте, для нас так проще, давайте не будем спорить. Ну ладно, пусть будет Анри. Хорошо. Я пойду. До завтра, герцог. Я уже безумно скучаю. Я тоже, мадам. Добрый день, гражданин обвинитель. Как мы рады вас видеть. Вы не представляете, сюда заявилась семейка Мольфет. Они в десятом наверху. Они поганые расисты. Они приехали, чтобы укрыться у депутата? Какие коварные. У них там подозрительная беготня и морды, как у аристократов. Они даже клавесин привезли для музыки дворянской. Что, клавесин? Они за это заплатят. Самый опасный из банды – огромный эльзасец, которого зовут Курт. А рядом с ним всё время вертится мелкий вонючка. Он столкнул меня с лестницы. Ты ушибся? Спиной. Вы предоставьте мне письменный донос, и я разберусь. И, похоже, неподкупный сегодня ужинает в доме своей сестры. Кстати, это и мой дом тоже. Я плачу ренту. Да кто ж спорит? Но имя Робеспьера поизвестнее вашего. Да. Извиняйте. Ничего. Ой, стойте, кое-что ещё. Да, что там? Мы бы очень хотели, чтобы неподкупный попробовал фирменные блюда Филибера. Что это? Кровянка. Она совсем чёрная. Кровянка бывает чёрная и белая. Безусловно. Я готовлю, как мама Рене. Его мамаша. И я не поскупился на жгучий перец, несмотря на цену. Ай. Если неподкупный зайдёт к нам поздороваться, друзья не поверят, что мы его так хорошо знаем. Я его попрошу, но не гарантирую. Лоло! Лоло! Лоло, это я. Я здесь. У меня хорошие новости. Твой дядя Иньяс здесь вместе с другом. Что ему надо от нас? Он ведь наша семья. Но они беглецы. Мы дали убежище беглецам. Браво! Идём. О, лоло. Твоё здоровье, мой прапрапрапрапотомок! Твоё здоровье. Чёрт возьми, ты их видела? Они же как наёмники. И двойник украл мой лучший наряд. Нет, это я его ему дала. Я сомневаюсь, что им стоит ужинать с твоим братом. Не вижу проблемы. Эти люди страдали под гнётом тирании. Если кто и поймёт это, то только Максимилиан. Я расскажу ему их истории, и их простят. Они будут героями республики, как и ты. Надеюсь. На, колбаса для твоего брата, от Прюма и её Мавра. Ладно. Иди поцелуй дядю. Уверена, он этого ждёт. Вот и подождёт. Иди! Быстрей! Ну что вы, не стесняйтесь, поцелуйтесь. Ты думаешь, это легко? У него изо рта воняет. Хватит, Антон Клод. Ну вот, другое дело. Теперь ты довольна? Да. Нет ничего плохого в том, чтобы показывать привязанность своей семье. Что у тебя на щеке? Что там? Это гнойный прыщ. Только не трогай. Он жжётся, этот грязнули меня обслюнявил. Как жжётся, сил нет. Он подхватил этот дерматит на галерах. Спасибо, что заставила меня поцеловаться. Горячую воду, скорей! Нет же, гуя, только не овощной суп. Дерматит? Что это, мессир? Это начало смерти. Нужно найти богоматерь. Лоло, этот человек не может быть моим дядей. Он на меня не похож. Он 15 лет провёл в тюрьме. Ты бы тоже стал болваном. Никто и никогда не был болваном в моей семье. Это свитер без Пьера. Иди сюда, котик. С ума сойти. Кутон воплощение великого террора. Сен-Жу, стархангел революции. Би-йо-варен. И фуше, леонский палач. Сегодняшний ужин прославит этот дом. Да здравствует комитет общественного спасения. Вперёд, вперёд, вперёд. Братский привет, граждане. Братский привет, гражданка. Граждане, представляю вам имьяса, дядю Антона Клода. Он провёл 15 лет на галерах с этим гражданином отважным. Да. Братский привет, гражданин отважный. А я Жак-Куй. Что он сказал? Жак-Куй? Да. Он опустил букву Е на конце, которую Антуан Клод от большого ума добавил. Братский привет. Я бы и сам догадался, что Иньяс твой дядя. Почему? Мы совершенно не похожи с ним. Он же вылит и ты. Особенно глаза. И лоб. Нижняя часть лба. Точность? Да. Ваше семейное сходство неоспорима. Оспорима. Оспорима. Почему он так плачет? Их мучением пришёл конец. Давайте выпьем. Я не буду тебе помогать. Поднимем бокалы за Робеспьера и революцию. Да здравствует революция! Да здравствует Робеспьер! Вы так сдержаны, гражданин отважный? То за революцию вам не по душе? За здоровье Робеспьера. Так-то лучше. За Робеспьера, гражданин! Ура! Так по связке! Не ори, голова трещит! Марат предложил представить этих двух мучеников конвенту. Это сложно. Вовсе нет. Представители народа будут в восторге. Но, к сожалению, есть одна проблема. Сможет ли председатель достойно представить с трибуны гражданина Куя? Я боюсь нам потом не избежать насмешек. Но я же Куй-прайдоха! Понятно, что он сам себя так называет. Может, стоит сменить фамилию? Без сомнения, нас всех ждет катастрофа. Депутаты не смогут произнести Куй, если смеются. Мы не можем звать тебя Куй, гражданин. Как ты хочешь, чтоб тебя называли? Но я же Куй! Какой он у вас упрямый? Сами придумаем. Бурс. Гражданин Бурс. Или Кую. Как думаете? Помолчите. Я знаю, какое имя он должен взять. Мы назовем его Жакар. Ин яс Жакар. Что ж, звучит неплохо. Жакар? Это мой пра-пра-пра-пра-потомок! Мне не нравится Жакар. Рифмуется с бастартом. Но это лучше, чем Жакуе. Тебе стоит сменить фамилию. Жакуе простовато. Пожалуй, да. А где мясо? Оно уже готово. Сейчас принесу. На, подержи. Спасибо. А, Максимилиан. Наконец-то. Братский привет. Братский привет, Максимилиан. Рад тебя видеть. Братский привет. Братский привет. Мы воспользовались твоим советом и начали есть. И правильно сделали. Обойдемся без формальностей. Мы все одна семья. Будем проще. А эти двое? Кто они? Иньяс, дядя Жакуе. И гражданин отважный, его компаньон. Их несправедливо сослали на галеры. Дивный супчик. С гордостью представляю их тебе. Братский привет, Беспьер! Робеспьер. Братский привет. За тебя, Робеспьер, большой вождь. Простите, я вовсе никакой не вождь. Тот, что похож на тебя, это твой дядя? Да, ну, дальний, очень дальний. Что значит дальний? Он брат твоего отца. Вот именно. Он же мне не отец, так что он, 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 он очень дальний. Вы знаете, что произошел бунт в тюрьме Исудена? Разве не ты отвечаешь за Исуден, Жакуе? Да, да, да. Но это произошло в тот самый момент, когда я собирался конфисковать замок Монмирай у семьи депутата Мольфета. Проучим их так, что будут знать эти аристократы. Точно, прекрасно сказано. Это позор. Зачем нужно было конфисковать замок, пока полыхал бунт? Это было чрезвычайно важно, чтобы разместить там войска Корно на пути к границе. Это добрая традиция, принимать солдат в замке я одобряю. Вернемся к главной теме. Сколько всего заключенных сбежало? Совсем, совсем немного, немного. Мне сказали 45, я прав? Нет, нет, то есть, да, 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 45, это верная цифра. Ты, 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 ты прав. Я просто не хотел докучать тебе настолько точными подсчетами. Я не включил женщин и стариков. Почему? Да, что за снисходительность? Я не знаю. Может быть, по глупости подумал, что они совсем беззаветны. Ты в самом деле идиот. Среди арестантов нет женщин и стариков, они символы. Верно. Никто не смеет глумиться над властью республики, когда ты в опасности. Золотые слова, Максимилиан. Мне сказали, что 16 приговоренных поймали в поле, но двое предводителей сбежали. Как идет твое расследование? Э-э-э, честно говоря, Максимилиан, ты застал меня врасплох. У тебя есть описание двух этих врагов революции, а? У меня? Ну, да, 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 да. Нет, 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 не совсем точное описание, потому что эти двое приговоренных были новенькие. Есть записка от комиссара Вердье, и там всё очень чётко. Сказано, что двое заговорщиков — иностранцы. Испанец и англичанин, огромный гигант и маленький вонючка. Иностранцы — это хорошо. Почему? Потому что пусть они будут лучше иностранцами, чем французами. Я переживаю, когда французы предают. У меня двести человек сейчас прочесывают местность, им не скрыться. Тогда что ты здесь делаешь? Ты пируешь в Париже вместо того, чтобы участвовать в поисках? Ну, я выезжаю ночью. У тебя есть сорок восемь часов, чтобы арестовать и казнить этих мерзавцев. Ни минуты и больше. Ты вспотел? Тебя лихорадит. Да, мне, мне, мне нехорошо. Я, 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 видимо, простыл во время поездки. Где, где, где эти колонны, Шарлотта? В ванной комнате. Он в ванной? Простите. Ты понимаешь, что было бы, если бы нас поймали? Два этих заговорщика у нас за столом. Успокойся. Идём. Поешь с нами и будь на высоте. Лоло, очень важно, чтобы этот ужин прошёл безукоризненно. Честно признаюсь, мне страшно. Так что без сучка, без задоринки. Поторопись. Да, да. Браво, потомок. Ты герой, что конфисковал замок. Теперь он весь наш. Он принадлежит республике. Ясно тебе? Мы должны сохранить замок для семьи. Мы будем гордиться тобой. Заткнись, иначе мы останемся без всего. В том числе без головы. Кретин. А вот и ты же, куе. Тебе лучше. Да, да. Максимилиан, белое вино, красное? Молоко. Хочешь молока? Именно. Лоло, у нас есть молоко? Нет. Совсем ни капли? Мне хватит и полстакана. Вообще нет, мы его не пьём. Здесь нет молока. С ума можно сойти. У нас нет молока для Робеспьера. Какой позор. Как я могу иметь дом, где нет, где нет молока? Пойди посмотри. Может, мимо проходит какая-нибудь корова. Сейчас я пойду на улицу посреди ночи искать корову. Я в жизни не слышал такой чуши. Нет молока. Простите нас. Это скандал. Нет молока. Я не оставлю тебя без молока. Я найду молоко, поверь мне. Молодец. Нет молока. Ха-ха-ха-ха. Дядя Ньяс, зачем ты надел свою тюремную одежду? Она посвободнее. Ему так лучше. Он простой человек. В следующий раз я дам тебе больше времени. Сегодня до Антона было не унять. Это рогоносец с палачом. Сегодня никто не успел высказаться. Да. Куда ты, обвинитель? Что за спешка? Я ищу молоко. Да. Прюн, мне про зарез нужно молоко. Больше нет. Всё пошло в десять. Это невероятно. Как в этой конуре нет молока? Какое-то безмолочное здание. Где я найду тебе молоко? А? Корову дует по утрам. А в данный момент она спит. Корова спит? Корова спит сейчас? Да. И почему она спит? Эта корова, поверить не могу. Ха-ха-ха. Да, депутат, ты что-то хотел? Я хотел пожелать доброго вечера твоему брату. Приятного аппетита. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты ел суп, Мальфет? Нет, пока нет. Что-то ещё, депутат? Нет? Что ж, поспеши, твои уже тебя заждались. Доброго вечера. Я опоздал, потому что читал свою последнюю поэму в Якобинском клубе. Я посвятил её тебе, Максимилиан. Хочешь послушать? Длинная? Пятнадцать стров. Прочти первую, мы уловим суть. Древо свободы. Любимого древа раскрылись цветы нашей надежды, нашей мечты. Цвети, теперь ты на века, и укрывай ветвями ты меня. Прости, что перебиваю, колонны у Кровянки больше нет. Максимилиан всё съел. Да, не мог остановиться. Ничего, мне перец вреден. Она была острой. Ни у кого в квартале нет молока. Во всём Париже нет молока. Они ищут молоко для Робеспьера. Я отнесу им немного. Больше нет, всё выпили. Как выпили? Я утром купил большой кувшин молока. Мы приготовили шоколад после ухода герцога. Он с нашей мадам мечтает уединиться в Утрихте. Осторожно, ты переходишь все границы. Пьёте моё шампанское? Я всего глоточек. Прошло уже десять минут, как неподкупный заперся там. Это становится тревожным. Это всё коровян? Это тебя зовут, Кало? Да, а что? У меня кишки горят. Им не понравилась коровянка? Мне очень жаль, Максимилиан. Здесь воняет табаком. Это неносимо. Не будь ты моей сестрой, я бы решил, что ты хочешь меня отравить. Гляди. Потухло. Шарлотта, расскажи Максимилиану свою идею представить завтра конвенту двух наших заключённых. Да, это идея Марата, представить дядю Ньяса как символ жертв монархии. Фуше считает, это отличная идея. Я так не считаю. Я в раздумьях. Вы думаете, они смогут выступить перед ассамблеей? Нужно их спросить. Вы не боитесь взобраться на трибуну, граждане? Публика там не из лёгких, учтите. Страх мне неведом, большой вождь. Мы прочтём им наставления и заставим похлопывать нам. Мы ему вскроем брюхо, как бальиделю Музану. Пусть висит так до утра. Все потроха, ему толкай, брод. Ура, как по-свенски. Шарлотта, нам надо обсудить этот вопрос. Идёмте со мной, граждане, я угощу вас десертом. О, да, десерты, это круто. Ура, без Пьеру. Что за безответственность? Я ничего не понимаю из того, что они говорят. Это бессмысленное нагромождение слов. Прошу вас, угощайтесь, только не шумите. Они обсуждают важные вещи. Они совершенно безграмотные. Я ненавижу демагогию. Конвент тут же обвинит нас в том, что мы потакаем прихотям двух сумасшедших идиотов. Ты как всегда точен. Робеспьер опасен, как змея. Он в конце концов раскроет нас и сразу же обезглавит. Бежим. Ни за что. Мы не можем уйти. Завтра депутаты будут аплодировать нам. Хватит, кретин. Идём. Или выпущу кишки. Мы придерживаемся разума и добродетели. Я отказываюсь сострадать людям, совершившим плохие поступки. Пусть возвращаются в деревню. Нигде нет молока. Я обошёл десятки домов. Во всём районе нет молока. Пока утром снова не придёт корова. А сейчас она спит. Плевать на молоко. У меня спазмы. Я ухожу. Я тоже. Подвезти тебя сан-жюст? Нет. Здесь рядом. До завтра. Барнаве. Вези меня домой. Я подыхаю. Отвезёшь нас к Богоматери, или тебе конец. У меня звука. А то выпад прошёл. Больше подарков не жди. Почему ты так говоришь? Я подарил тебе расчёску из черепашьего панциря на день рождения. А сегодня нашёл её плавающую в унитазе. Сломанную. Когда я возвращался, то увидел, как дядя Эньяз и его приспешник скрылись за углом. Куда они отправились? Не знаю. Они должны были ждать на кухне, а сами исчезли. Браво. У меня только 48 часов, чтобы задержать их. А ты не смогла за ними уследить. Хочешь, чтобы меня казнили, дура? Что это вообще за тон? Ай! Ну! Я забыл свою папку. Там моя речь. У вас всё хорошо? Ну да. Конечно, да. Всё хорошо. Мне же показалось, я слышал ссору. Ничего такого. Шарлотта, на будущее. Не занимайся политикой. Так будет лучше. Я давно ей это твержу. Это мужское дело. Ты этого не говорил же, куе. Женщины наравне с мужчинами могут во всём участвовать. Не вздумай грубить моей сестре. Извини. После истории с побегом я совсем голову потерял. Постарайся её больше не терять. А? Ты про... Поговорю? Да. Не потеряю. Я поймаю тебя. Дядя Иньяс и твоего носатого дружка я отправлю на гильотину. Утром я наторвлю на них национальную гвардию. Глянь, это Робеспьер. Как вам моя колбаса, гражданин? О! Дерьмо! Я ей только крыска... Какой капризный. Давайте в колодец. Вы от кого? От кого? Богоматерь вас слушает. Матушка, умоляю тебя. Помолчи. Я чувствую людей, которые пришли ко мне из дальних мест. Из бездны. Ты, здоровяк. Подойди. У тебя очень плохая аура. И у твоего спутника тоже. Откуда вы прибыли? В прошлый раз, когда Господь велел... Если ты останешься здесь, ты умрешь от удушья. Пиковая дама. Ты, Готфруа, отважный. Великий воин Людовика Толстого Капитинга. Он просит твоей помощи. Слушай внимательно, отважный. Я Нора. Дочь волшебника Евсебиуса. Людовик поднял войско против германского императора. Монмирай. Если ты не встанешь на мою сторону до наступления полнолуния, твои владения будут конфискованы и переданы... Караулю Одноглазому. Толстый. Это король, мессир. Это колдовство. Это колдовство. Как мне вернуться? Иди, в усуден, на улицу Трам. Найди лавку гражданина Евсеби. Это мой потомок, и он приготовит тебе волшебное зелье. Поторопись. Твое тело ужасно изменится и начнет гнить, как и у твоего спутника сейчас. Оставайся здесь. Я поищу оружие и провизию. Мы же вернемся во времена крутых тачек. Не волнуйся, пройдоха. Мне кажется, времена крутых тачек приятнее всего. Это твое мнение. Иди, сторожи лошадей. Это не мое мнение. Это правда. Ну, конечно, гражданин Жакуй. Не двигайся, Катошник. Я не позволю тебе воровать наши припасы. Тебя ужалилась, а? Робеспьер отрубит тебе башку. Этот день близок. Слушай внимательно, потомок, потому что я знаю твое будущее. Обо мне говорили за ужином. Робеспьер тебя не любит. Они тебя унижают, не приглашая за стол. Это правда. С Монмираями так не поступают. Запоминай. Времени мало. Женись на той красавице. И сделай наследника. Даже если ты не избежишь казни, твоя жизнь продолжится в твоем ребенке, и наша фамилия сохранится. Наша фамилия? Что значит «наша»? Я Гудфруа отважный, первый граф Монмирай по воле Людовика VI. Ты мой потомок. И я взволнован нашей встречей. Последуй моему совету, обработай свою красотку. Я возвращаюсь к себе. Давай! Остановись! Карета председателя, сержант. Пропусти! Запряжу! Не может быть! Не может быть! Лоша! Воим республики! Обыщите все! Их кто-то предупредил! Я до тебя доберусь, мальтет! Остановитесь! Пропуск! Я посол Соединенных Провинций Нидерландов. Здравствуйте! Поймите! Отвольсь! Пропускай. Пропускай. Проходящий паучёрзов. Здоровая! Мессир! Мессир, ваш нос! Он весь красный и болтается, и вы сморчились, как старик! А у тебя коровья шея, дурень! Нам надо валить отсюда! Я слишком недоверчив, я не могу. Кому ты не доверяешь? Мне? Я боюсь этого проклятого зелья! Посмотри на себя! На кого ты похож? Этот зоб тебя скоро задушит! Какой кошмар! Ай! Я задыхаюсь! Возьмите меня с собой! Держи, Вердье. Десять капель во время еды, и боли пройдут через три дня. Растворять в воде, не в вине. На помощь! Все распухло, я умираю! Прости, эти граждане сильно нуждаются во мне. Расплатишься позже. Стража, ко мне! Я не ждал вас так рад. Месения! Но вижу, времени у нас нет. Идите сюда. Ко мне, ко мне! Солдаты! Я нашел беглецов! Солдаты! Быстрей! 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 Я задыхаюсь! Я задыхаюсь! Дышать не могу! Селье готово, но мне надо добавить яд гадюки. Хватит болтаться! Быстрей! Я сейчас сдохну! Мне не терпится вернуться к моей невесте. Селье почти готово. Я отправлю вас к ней. Это мой долг. Мессир! Мы же вернемся во времена крутых тачек. Если нет, я лучше умру здесь. Конечно. Поверь мне. Поклянись в этом гадфуа! Поклянись! Клянусь. Поторопись, чародей! Солдатня, плиз! Быстрей! Пейте! Пейте! Пергорус эфера! Эт персолем эн виктус дучере! Эт персолем эн виктус дучере! Солдатня, пейте! О, миссир, я сном могу дышать! О, да! Мы вернулись домой, Жакуль! У нас получилось! Ты вернул свой благородный вид! Домой? Да, во времена рыцарей, тупица! Я не собирался потакать твоим прихотям! Идем, мой замок ждет нас! Это великая ложь! Вы, клятва, преступник! Вы будете проклятые! Гореть вам в аду! Клятва данная слуге не считается! Ты ведь не знатного рода! Давай, иди своей дорогой, пройдоха! Это величайший позор! Великий позор, да! Граждане! Граждане, где вы? Прибой в ходу, Плут! Насрать мне на вас! Это вы настоящий Плут! Мой замок! Это флаг какого-то подлеца! Людовик конфисковал мой замок! Это не прекрасно! Поделом вам! Это машины! 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 Заткнись, это солдатня! Наши враги! Они говорят по-германски! Это опасно! Они захватили мой замок! Германцы, но мой потомок захвачен германцами! Жакар в плену у германцев! Вот вы где! Я последовал за вами! Мошенник! Ты нас одурачил! Мы вернулись во времена машин! Проклятый осёл! Мы найдём даму Жанет! Мы укроемся в моих подвалах! Живо за мной! Простите, полковник, но объясните, что происходит? Ваши солдаты освобождают мою комнату! Сожалею, гер Жакарт, но Роммель возвращается из Туниса, чтобы проверить Атлантический вал. Это честь для вас, что он остановится здесь. Ничего, так вам будет угодно, но я вместе с прислугой оказался на улице. Я не знаю, где разместиться. Эдмунд. Эдмунд, Эдмунд, будьте добры. И вам нужен весь замок? Нам же надо разместить фельдбаршала, не в защите. Я не понимаю, полковник Вюртс. Я горячий сторонник Европы, которую вы строите вместе с Петеном, а вы отбираете мой замок, как будто бы я враг. Нужно всё-таки отделять зёрна от плевел. Я думаю, мы, немцы, прекрасно умеем отделять зёрна от плесени. Нет-нет-нет, от плевел, а не от плесени, от плевел. Что? Ничего. И Эдмунд. Эдмунд. Попросите вашего сына, Жака Анри, выключить американскую музыку. Мы предпочитаем классику. Моцарт, Бах, Бетховен. У нас нет недостатка в выборе немецкой музыки. Конечно, полковник. Сейчас вернусь. Как меня бесит этот балбес. Жак Анри! Хватит твоего граммофона. Мы не можем поговорить с полковником Вюртсом. Хочешь, чтобы нас пристрелили из-за твоего ЗАЗа? А папа — это джаз, танцевальная музыка. Предатель. Что ты сказал? Ничего, проклятие. Смотри у меня. Книжки читай. Я отвоюю свой замок. Мои досверки. Алло. Жакуй, бери оружие и за мной. Да, сейчас, миссир. Чёрт! Простите, миссир! Они упали, они упали! Хальц! Не двигаться! Не надо, не убивайте! Пошёл! Да, да, да. Шаби-потрахани арестовали нашего колдуна. Из-за тебя мы вляпались и застряли во времени. Тем лучше. Не сможет больше состряпать зелье. Ах ты! Не бейте меня! Совсем обнаглел, мерзавец! Не бейте! Осёл! Стой или буду стрелять! Братский привет, граждане. Руки вверх! Капитан Франсуа, эти двое шпионили за нами. Расстрелять? Кто вы такие? Это Гонзах трусливый, миссир! Это Гонзах трусливый! Это не трусливый, это его потомок! У Мольфета родился наследник! Обними меня! Не с места! Пристрелю! Я тебя знаю! Ты, Монмирай, ты обессмертишь свой род! Ты знаешь Монмираев? Разве я не похож на первого графа? Эти доспехи, разве они не твои? Удивительно. Ты похож на него? Такой же урод. Откуда эти карнавальные костюмы? Из замка. Мы прошли через камин, чтобы не попасться германцам. Прошли под германцами! Вы знаете про подземный ход? Конечно, потомок. Я сам его вырву. Они психи, капитан! Кукнуть их? Успокойся, Гаспар. Мы уже три недели ищем потайной вход. Нужно уходить! Фрицы нас заметили! В кузов их! Кто они? Здоровяк напоминает моего предка. Хотя ходят слухи, что нацисты платят румынам, чтобы те внедрялись в наши ряды. Если так, у них плохая маскировка. В такой одежде они далеко не уйдут. Может, они дураки. Скоро узнаем. Я допрошу их беспристрастно. Хорошо бы у них узнать, где вход в подземелье. Не сейчас, капитан. Вот так всегда. Как же приятно ехать в машине. Эта колымага издает приятный звук. Она современная. Реквизировали на той неделе у Рено. Работает как часы. Держи, человек, сигара. Черный рынок? Не откажусь. Я их уже два года не видел. Сигара? Можно мне одну? Окей? Окей. Окей! Окей! Перестань орать! Ты что, ку-ку? Да! Окей! 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 Хватит ко мне прижиматься, Анри. Мне душно. Вам не хорошо, дорогая? Нет. В вашей карете мало места. Хотите, я поеду с кучером, дорогая? Это было бы чудесно, герцог. Но я не настаиваю. А-а-а-а! Проклятье! Он дернул, черт связаться с этой семейкой. Он постоянно наваливался на меня. Это невыносимо. Пошли! Давайте! Вперед! Фильм дублирован объединением Мосфильм Мастер на производственно-технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании Люксор в 2016 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok